я на связи роман душкин это канал душкин объяснит душкин действительно объяснить все и сегодня у нас не что иное как квантовые шпаргалки я хотел бы вернуться к некоторой снова такой технической информации поскольку мы закапываемся в тему квантовой сенсорики и приходится изучать разные так скажем вспомогательные темы сегодня хотел бы понять тему что такое резонанс действительно резонанс я уже несколько раз употреблял это слово и резонанс это одно из один из процессов одной свойств колебательных систем волновых систем и поэтому нам необходимо его рассмотреть для того чтобы дальше понять как устроены некоторые квантовые приборы мы не на лекции в техническом где мы не изучаем как бы физику таком очень глубоком варианте но я использую свой канал душкин объяснит и вот эти вот руки для того чтобы быстро ввести вас в курс дела то есть формулы если вам вдруг нужны формулы это пожалуйста смотрите википедии еще день и тогда я же быстро там за за 5-10 минут объясняю простыми словами сложную тему для того чтобы было понятно и так резонанс резонанс это свойство колебательной системы увеличивать свою амплитуду под воздействием внешнего так скажем периодического внешнего воздействия то есть если у нас есть некий некий колебательный процесс то резонансом называется вот вот такой вот увеличению амплитуды вот если очень некорректный сал потому что частота должна быть постоянно здесь вот немножко частота разные то есть расстояние вот это вот между печками она одинаково вот здесь она увеличится но при как бы при рассмотрении волновых процессов частота не меняется и собственно вот амплитуда амплитуда называется высота пичков пиков пич пичок это такое тоже термин радиотехнический то есть вот это вот у нас амплитуда ну и помните в квантовых системах мы тоже амплитуду изучали вот это отсюда и пошел соответственно резонанс происходит когда мы извне то есть вот у нас есть колебательная система наша колебательная система которая колеблется и мы извне помните такой фильм был извне довольно страшно из не подаем периодические воздействия периодические воздействия эти периодические воздействия должны быть специфически и так скажем соотносящиеся с определенными свойствами самой колебательной системы то есть вот здесь вот должны быть должно быть такое соотношение некоторого рода для того чтобы появлялся резонанс и в общем то вот оно и все давайте я пару примеров резонанс приведу вот у нас есть механическая колебательная система не что иное как детские качели детские качели в последнее время очень меня пугают потому что у меня младший ребенок недавно упал с них очень сильно поцарапался все лицо в общем капец вот что такой резонанс как мы увеличиваем амплитуду раскачивание качели то есть вот качели висят потом они начинают качаться до сюда потом их амплитуда вот такой сон то есть чуть ли не солнышко дело как в детстве если мы сидим на качелях то мы это можем делать при помощи определенных определенного движения тела и вот это движение тела как раз есть вот это вот самое соотносящиеся со свойством колебательной системы периодической воздействия либо мы можем стоять позади качелей и периодически толкать когда система вот эта колебательная система качели находится в высшей точке куда они долетают куда долетают мы можем действовать воздействие вот соответственно это воздействие как соотносится что мы его делаем в определенный момент времени если допустим система идет в эту сторону мы именно в этот момент делаем воздействие то они будут гасить и для таких механических систем фишка заключается в том что эти воздействия должны быть либо 100 частотой с какой качается система колеблется система либо с частотой кратной этой частоте то есть если у нас частота ню то мы должны колебать к ню где к это 12 и там до бесконечности бесконечности вот если мы будем если мы возьмем к к к равно 1 2 1 3 то есть не высшие гармоники как это называется и так далее на 1 1 это низшие гармоники а вот это высшие гармоники то резонанса в механической системе не будет это значит у нас механической системы теперь рассмотрим допустим акустическую систему акустической системы у нас не что иное как возьмем гонить укулеле да вот она укулеле да и дергаем какую струну и вот струна начинает колебаться вот это дергание струны как раз и есть воздействие которое вводит струну в резонанс кстати вот эту дырку вот здесь это называется акустический резонатор и корпус этого это укулеле гитара шестиструн как раз является резонатором и он сделан таким образом чтобы первое перед первое воздействие на струну когда мы дернули продолжала воздействие через резонанс я сейчас немножко сумбурно объясняю но тем не менее струна вот эта струна входит в стоячую волну она колеблется в определенный как бы в определенных модах потому что все остальные моды гасится из-за вот этого явления резонанса и мы слышим чистый звук то есть когда мы дернули струну там начинают спускаться звуки всех частот но большинство частот гасится и как бы остается только та частота которая является резонирующей для этой струны и соответственно резонирующая частота струны мы ее слышим как звук определенного тона как определенную ноту и таким образом мы как бы на гитаре на всех музыкальных инструментов зависит это только от длины струны длина струны длина кстати в маятнике механической системы тоже вот если мы рассмотрим маятник то у него есть длина и масса вот от массы резонанс не зависит она зависит только от длины соответственно у нас есть другие типы резонансов фактический радио на вот даже знаете то есть астрономическое когда планета оборачиваться вокруг своей своей звезды это же тоже колебательная колебательный процесс здесь тоже можно найти явление резонанс соответственно оптических резонансах мы уже сделали упор сделали как бы застрелив внимание сделали акцент и рассмотрели оптические резонаторы и будущем я покажу вам конкретно оптические резонаторы для того чтобы встраивать их в конкретные сенсоры квантовые сенсоры другие квантовые приборы ну что ж немножко сумбурный получилось видео шпаргалка но тем не менее я постарался донести до вас понимание того что такое за физическое явление резонанс такое вот свойство колебательных систем свойства волновых систем и это позволит вам более осознанно слушать мои объяснения дальше когда мы перейдем непосредственно к некоторым другим квантовым сенсором ну что ж с вами был роман душкин подписывайтесь на канал если вы еще не подписались ставьте лайк пишите комментарий и вот это вот все пока